Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Салли Фейс, пятый эпизод. Мы продолжаем играть, в прошлой части мы особо много не успели сделать, но сегодня, в общем-то, мы это немного будем превращать в немного побольше. Так, а что у нас по заданиям-то было? Найти Нила. Ух ты, ё-моё, детонатор 4C4, ё-моё, 4C4. Где он может быть-то, интересно? Вот это конь... А, кстати, с Гизмом можно поболтать. Ты как, дружок? Ага. Игнор. Понятно, Гизма, спасибо. Так, окейушки, а вы мне написали в комментариях, что вот эту вот штучку, которую я в прошлой серии нашёл, одну-единственную, типа их можно будет в дальнейшем ещё где-то находить, их постоянно нужно находить. Так, ванная. Так, там ничего. Но вот только самое странное, что... О! Вы слышите? Какие-то звуки. Я только не знаю, что нужно нажимать. Ну ладно, окей, типа ладно, одну мы нашли. Хорошо. В подвале, может быть, Нил? С Тоддом болтает. О! Ёк-макарёк! Точнее, не с Тоддом, а с Мэйпл. Блин, дело дрянь. Это входная дверь хлопнула? Ой-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, ребятки. А, тут, кстати, различные ютуберы есть, посмотрите. Ё-моё, целая куча, жесть просто. Да, видимо, это те ребята, которые очень часто с Алифейс снимают, скорее всего. Я так думаю. Ещё флаг России тут есть. А, нет, подожди, может быть, это такое разделение, я не знаю. Фиг его знает. Вон там Германия есть. Так. Бразилия вон. Ну, интересно, конечно. Ну, ладно, окей-юшки. Давайте тогда дальше побежали. Будем смотреть, что там дальше есть. А что тут, кстати, можно было нажать в записи? Так. Ага, ладно, мы это видели. Ой, надеюсь, с Нилом всё окей. Потому что, если с ним не окей, то это крышка. Это реально просто крышка. Так. Тут всё вообще в порядке. Никого нет, там фоточки вон есть. Хм. Весьма странно. На самом деле. Входная дверь может быть именно, ну, на улицу, а не во дворик. Давайте проверим. Погнали. Я, конечно, туплю, может быть. Но, блин, я ничего не смотрел, никакие прохождения. Всё буду сам тоже делать. Посмотрим, чё к чему чё. Да как, ну, в любом случае, я потом буду перепроходить этот эпизод. Потому что я хочу все ачивки, как обычно, открыть и тому подобное. Конечно, я ещё в четвёртом не все открыл. Письмо. На столе лежала записка для меня. Эш, у них Мэйпл и Нил, ты должна действовать быстро. Сегодня храм почти не охраняется. Заходи через ход, о котором я писал раньше. Как только окажешься в главном зале, нужно будет вести себя аккуратно. В храме есть четыре столба, в которых стоят священные чаши. Разместишь на них заряды, сможешь взорвать весь храм. Устанавливай их за чашами, и всё будет нормально. Только ни в коем случае не задевай чаши. Будь осторожна, и удачи. Ё-моё. На обратной стороне письма была нарисована карта с расположением чаш. Я не стал терять времени и сразу направилась в храм. Офигеть. Получается, эти сектанты тупые. Забрали и Нила, и Мэйпл. Но мне нужно посмотреть эту карту-то. Так, чаши у нас. Туда не заходим. Ага, вон вход. Эммм, тээээкс. Ну, спасибо. Интересно, а вот это вот место, куда заходить не надо. Ой-ой. Без фабрики мы потеряем последователей. С тех пор, как случился пожар, его приказы становились всё более сумасбродными, сколько сенаторов. Тсс, не говори так. Хочешь закончить как Пакертоны? Всё будет хорошо, не теряй веру, сестра. Грядёт нисхождение. Ой, кукушка поехала у ребят. Кстати, вижу ещё одну такую штучку, которую нужно собрать. А тут у нас уже три. Эмм. Это что-то типа домино, я не знаю. Какая-то фигня непонятная. С одной стороной только. Эмм. Так. А где мы находимся? Чёрт возьми. Восточный коридор. Если это восточный коридор, то откуда мы пришли-то? Ёкарный бабай. Ой. Эш, схватили. Здравствуйте. Ха. Ё-моё. Ну, обалденно. Сто процентов была ачивка, ни разу тут не помирать. Я, конечно же, её не выполнял. Ну, ладно, фиг с ним. Хух, ребят. Наконец-таки, короче, я прошёл эту фигню. У меня какие-то баги были непонятные. Ну, я не знаю, с чем они связаны. Я вставил все три. Но меня продолжало не пускать во внутренний восточный коридор. Я не знаю, почему это происходило. В общем-то, сейчас допрошёл. И у нас тут подземелье. О, Нил говорит. Эш. Ага, смотри-ка. О, нифига себе. Костя. Нил, ты в порядке? Бывал и лучше. Как ты сюда пробралась? Потом расскажу. Сначала нужно тебя вытащить. Видел Мэйпл с Тодом? Мэйпл в соседней клетке. И Тод тоже тут. Я заметил его, когда нас сюда тащили. Ага, ну... Ага. Ну, короче... С Мэйпл всё так же, как и было. Ничего, в принципе, не изменилось. Тод в другой комнате. Только не уверен в какой. Меня хорошенько долбанули по голове. Эш, скоро что-то произойдёт. Что-то масштабное. Что-то очень-очень плохое. Ты успел заметить, где они хранят ключи? Сначала вытащу тебя, а потом пойдём за Мэйпл с Тодом. Ключи у одного из охранников. Но это слишком опасно. Даже если ты умудришься достать ключи, мы не справимся с Мэйпл и Тодом. Они совсем обезумели. Мы справимся, я уверен. Я думаю, что пришло время плана Б. Нил, нет. Спасай себя, Эш. Кто-то должен это пережить. Я вас здесь не брошь. Я не могу снова потерять друзей. У нас нет другого выбора. Ой-ой. Эй, ты. Ой-ой. Ой-ой, беги. Чёрт, стоп. Я узнаю этот голос. Кто ты такой? Трэвис, лол. Это, походу... Я, кажется, понял. Мне кажется, либо нам Трэвис помогает из культа, либо чё, погоди. Да, по-любому. Это он нам помогает из культа. Тебе нужно уходить. Если тебя поймают, добром-то не кончится. Ой-ой. Ё-моё. Чувак, что с тобой стряслось? Ты отвратительно выглядишь. Не притворяйся, что тебе на меня не насрать. Просто проваливай отсюда. Чувак, прекрати. Ты можешь помочь нам с Мэйпл и Тодом. Давайте свалим отсюда все вместе. Поверь, это совершенно невозможно. Трэвис, я знаю, что ты хорош человек. Сал тоже это понимал. Он вступился за тебя, когда остальные отвернулись. Ты же помнишь? Сделай это ради него. Сал мертв, и ты тоже умрешь, если останешься здесь. Черт возьми, почему ты отказываешься нам помогать? Вообще-то я как раз пытаюсь помочь. Он прав, Эш. Уходи отсюда. Но... Все в порядке. Я смирился. Я наконец-то буду рядом со своим Тодом. Ага. Так, Трэвису пришлось тащить меня с силой. Я не хотел уходить, хоть и понимал, что они правы. Упс. Я знаю, что мы собирались подорвать храм, даже если облажаемся, но я не смогла. Не смогла заставить себя нажать на кнопку, зная, что там мои друзья. Ой. Если ты вдруг меня слышишь, Сал, мне нужна твоя помощь. Прошу. Прошу. Я не верю, что ты мертв. Так. Что-то будет, что ли, сейчас, или что? Так. Ага, гроза. Какая-то фигня происходит. А-а-а. Мы бы только прошли, получается, пролог пятого эпизода. Воспоминания и сны. О. Мы за Салей играем. Смотрите, что с ним. Это опять происходит. Вспышки. Что со мной? Ты свободен. Ты сломлен. Ты должен обрести равновесие, победить хаос внутри, не дай своим кошмарам просочиться в реальность, Сал. Найди опору. А-а-а. Не слушай его, Сал. Подайся своим снам. Подайся хаосу. Только так ты можешь найти себя. Слишком опасно, он не готов. Следуй зову сердца, дитя. Нет, прислушай себя к голосу разума. Ну, давайте начнем с того, я здесь уже был. Так. Ты был здесь всегда. Где я? Ты везде. И нигде. Офигенно, кто вы? Мы все. И ничто. А, да черт с вами. Зашибись, поболтали. Так. Ну, что же это такое-то? Я куда-то пошел. Ой. Музычка прекратилась. Очень медленно мы идем. Дом. Домик, дом. Дом в пустоте. Давайте зайдем. О, нифига себе. Это что такое вообще? Белая комната. Ох, е-мое, как все ярко. Рассвет человечества одержал победу над древнейшим конфликтом. Они ничто... Они нечто из ничего. Ты не должен позволить им угаснуть. Так. Ну, видимо, тут опять какой-то скрытый смысл. У меня мозгов что-то не хватает. Понять тут все. А, смотри-ка. Мы либо идем в белую комнату, либо в черную, что ли, я не знаю. В тьму. А, нет. Вообще без какой-либо разницы. Ух ты. Ух ты. Ммм, здрасте. Я рад, что ты не забыл, где меня искать. Я вас знаю? Мы разговаривали много раз, Сал. Вы что, собираетесь говорить загадками, как голоса? Погодите, Джим? А, тень Джима Джонсона. Когда-то я был им. Часть меня была. Я пошел на огромные жертвы, чтобы попасть сюда. И многое потерял на пути. Понятно. Загадки мне обеспечены. Ваша семья. Мне так жаль. Эвелин, Ларри, Лиза. Мне тоже было жаль. Раньше. Мне казалось, что я смогу спасти их, изменив будущее. Я желал только этого. Лиза с Ларри были... Эээ... С... Чё? Све... Цветочим? Не знаю, что это значит. Короче, какое-то странное слово. В моей жизни я никогда... Эээ... Никого я никогда так сильно не любил. Ага. Я не считаю, что ты виноват в их смерти. Я понимаю, что так было нужно. Ты тоже многое потерял в тот день. Но от этого никуда не денешься. Все живое рано или поздно умирает. Я помню, каково это жить. Чувствовать постоянные бури эмоций я не скучаю. Только вот все это было зря. Тени никуда не делись, а пожиратели скоро призовут чуму. У них слишком много влияния. Я не смог их остановить. Я зря умер. Я зря убивал. Ты все еще можешь остановить их, если захочешь. Более того, ты ключ к их уничтожению, если тебе... А, если тебе теперь не все равно. Вы опять про это дурацкое пророчество. Никакой я не избранный. Ни герой. Я никого не сумел спасти. Не бывает избранных и героев. Бывают только люди, которые выбирают героические поступки. Победа или проигрыш, свет или тьма, добро или зло. Это больше не имеет для меня значения. Но я все равно хочу тебе помочь, если ты согласишься. Да как я могу быть на такой способен? Когда ты умер, твоя душа раздробилась, даровав тебе необыкновенную способность. Ты можешь... Ох, нифига себе. Ты можешь проникать в параллельные миры, но сперва придется потренироваться. Как мне потом вернуться в свой мир? Это будет непросто. Но я подготовился к твоему приходу. Я смастерил устройство, которое тебе поможет. Тебе. Твоя подруга Эшли уже поставила устройство над твоей могилой. Это замечательно. Но с устройства больше... А, но устройства больше частей. Их нужно собрать в трех мирах, в которых они спрятаны. Три пирамиды асинтмы спрятаны в трех головоломках. Ты должен их собрать. Вы же сами спрятали эти пирамиды? Асинтмы... Или как их там... Вы не можете их принести? Это невозможно. Я больше не могу вмешиваться в такие дела. К тому же я стерю в своей памяти решение головоломок на случай, если кто-то попытается украсть пирамиды. Но я могу показать тебе, где они находятся. Ну, хоть время выиграю. С чего мне начать? Раньше здесь была дверь. Минуточку. А вот же она. Тикс. Оба. Дверка. Твой путь начнется за этой дверью. Будь начеку. Хорошо. С Джимом поболтали. Идем в коридор. И вот у нас, видимо, миры. А, нет, подожди, не миры. Походу, это что-то не то. Ага, четвертая дверь закрыта. Короче, нужно начинать с первой. Окей, сломать систему не получилось. А, подожди. Нет, со второй давайте начнем. Да, вот все. Ну, окей, короче, ребят. Мы, в общем-то, попали в второе какое-то измерение. Либо что это? Честно говоря, не знаю. Так. Ох, нифига себе. Генри. Боюсь, переехать мы все еще не можем. Дом выставлен на продажу уже 4 года. Так. Дальше надо нажимать. Это важный шаг, и я надеюсь, что вы сможете сделать его в ближайшее время. А пока, думаю, кот будет большим подспорьем для Сала. А, это доктор. Его состояние сильно улучшилось за последний месяц. С момента, когда ему было рекомендовано завести котенка. Вы уверены, что он готов вернуться домой? Он более чем готов, Генри. А вы уверены, что готовы? Да. Я буду рад, если мой сын вернется домой. Так. О, неожиданный поворот. Лоу, Салли. Что за фигня? Какой-то смешной мир. О, голос Джима с нами болтает. Ты пробудил душевную связь. Поначалу ощущения могут быть странными. Если честно, ничего странного. Словно я всегда здесь был. Словно я наконец-то проснулся. Меня напрягало это странное чувство близости, но мы с тобой разные. В доме ты найдешь первую пирамиду. Принято. Окей, ладно, давайте, ребят, на этом тогда закончим. В общем-то, в следующей части продолжим уже играть. Это полная веселуха, конечно. Как выглядит Салта просто жесть. В общем-то, ребятки, не забывайте делать стандартные ютубские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok